Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге Великие музеи мира. Рождество. Поклонение волхвов. Время правления Мухаммада. 1719-1748 год. 18 век. Бумага. 38 на 23. Существует предание, что кто-то из европейцев, получив аудиенцию у императора Джохангира, зная о его любви к искусству, показал или подарил властителю несколько полотен западных живописцев, в том числе картину Дюрера «Мадонна с младенцем». В собрании Национального музея Индии хранится знаменитая миниатюра, на которой Джохангир представлен с изображением Девы Марии. Считается, что с этого времени началось знакомство индийских художников с произведениями европейских коллег. Несмотря на временные усиления влияния ортодоксального ислама, в частности в период правления императора Аурангзеба, могольские властители проявляли значительную веротерпимость. Данная миниатюра, выполненная при дворе Мухаммад-Шаха, является интерпретацией известной сцены поклонения волхвов, хотя имеет пояснительную надпись на английском языке «Рождение Христа». Дева Мария на ней похожа на европейскую женщину. Ее одеяние явно не было знакомо индийскому мастеру, однако оно украшено типичным могольским вышитым орнаментом. Над головой богоматери нимт зеленого цвета с золотым сиянием. Особое внимание художник уделил изображению Христа. Перед зрителем курчавой годовал ребенок, что в целом соответствует европейским канонам, но у него есть индийские атрибуты. Серги в ушах, жемчужное ожерелье на шее, браслеты на запястьях и щиколотках, окрашенные охрой, ступни и ладошки. Женщина слева протягивает богоматери и младенцу гроздь винограда. Седобородый старец, отодвигающий рукой большую зеленую завесу, муж девы Марии Иосиф Обручник. Позади Мадонны. Два персонажа, которые в европейском оригинале могли быть ангелами. Вот такое описание к работе Рождество, поклонение волхвов, время правления Мухаммада, 18 век бумага, 38 на 23, описание по книге Великие музеи мира. Пока-пока, до свидания.